МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире политический клуб открытой позиции. Меня зовут Илья Леонтьев. Конец недели. Это время, чтобы подвести итоги минувших дней. В студии Саратов 24 эксперты, кандидат политических наук, заведующий кафедрой Поволжского института управления Иван Бирюлин и кандидат политических наук, директор областной газеты «Провинциальный телеграф» Михаил Шмирев. Здравствуйте! Добрый день! Главная тема не только сентября, но, пожалуй, всего политического сезона в этом году это выборы в Государственную Думу. Парламент сформирован. Туда прошли представители пяти партий, кроме старожилов, которые там уже были до этого, это новые люди. На ваш взгляд, коллеги, Дума, восьмого созыва, какой она будет, чего от нее ждать? Михаил Ильич, может, с вас скажем? Ну, начнем все-таки действительно с новых людей, которые появились в качестве новой там фракции и они существенно, на мой взгляд, должны как-то оживить, нет, скажем так, не оживить, а внести новые краски в деятельность Государственной Думы. Но, вместе с тем, надо иметь в виду, что и фракция большинства, фракция Единой России, она существенным образом обновилась. Таким образом, там порядка половины, по-моему, новых депутатов пришло. И я так думаю, что это тоже принесет, как бы, новые краски в деятельность Государственной Думы. А в целом, я, как бы, полагаю, что, учитывая то, что там и спикер остался прежний, Вячеслав Володин, и он будет задавать те же тренды, которые были в работе Госдумы и до этого. Что касается самого формата работы Государственной Думы, тут, я думаю, надо рассматривать как бы в трех аспектах. Это взаимодействие с исполнительной властью, внутренняя организационная, как бы, работа Государственной Думы, и, наверное, тот политический вес, который представляет собой Нижняя Палата Парламента Российского. Если говорить по взаимодействию с правительствами, я думаю, вряд ли тут что-то поменяется. Хотя надо все-таки иметь в виду, что после внесения изменений в Конституцию роль парламента возросла. И, возвращаясь к тому же Вячеславу Викторовичу Володину, надо сказать, что в том предыдущем уже созыве Государственной Думы он как бы привнес много порядка и много таких полезных вещей в работу Госдумы. Я хочу напомнить, например, это та же региональная неделя, когда депутаты обязаны бывать в своих регионах. И другой момент очень важный. Все-таки перестали вот эти вот кнопкодавы работать, когда там показывали до этого пустые ряды, и бегали депутаты, нажимали за своих коллег. Сейчас мы видим, фактически Дума на заседаниях заполнена, и депутаты видно, что работают. И из-за прогулы их наказывают. Да, из-за прогулы их наказывают. Кроме того, я не считаю, что Дума будет достаточно скучной, потому что результаты выборов таковы, что две партии, которые рассчитывали на больше успеха и потерпели в некотором роде фиаско, я прежде всего имею в виду ЛДПР и Справедливую Россию, они попытаются, наверное, какие-то реваншистские свои планы реализовать уже в ходе работы парламента. Я думаю, что этим будет заниматься и КПРФ. Ну, может быть, насчет Справедливой России объединенной можно согласиться, но насчет ЛДПР, ну, там вождь уже стареет активно, вряд ли они что-то смогут активно делать. Он уже сейчас достаточно активно себя позиционирует, именно в плане реваншистских своих устремлений. Он активно нападает на тех же новых людей, которые, наверное, отняли у него много голосов электората. Иван Анатольевич, ваше мнение, какой Дума будет? Да, также хочу пару моментов добавить. Ну, действительно, Михаил уже обозначил, что, по сути, здесь новая Дума создана немножко в иных правилах, под новую Конституцию. То есть, несмотря на то, что Конституция принята уже давно, но Дума-то так еще не работала. И, конечно, я думаю, что у Думы здесь добавится не только полномочий, но и политического веса. И вот одна из таких критических сторон была, что Дума, она как-то, ну, такая больше декоративная. Теперь она, конечно, более реальная становится. Вот как политический институт, инструмент, появляется больше возможностей у депутатов, у спикеров влияние в политическом процессе. Это первое. Второе, вот хочется отметить, что многие говорят, что Единая Россия находится в большинстве. И здесь как бы ничего нового. Но как-то вот мало кто говорит, что ведь у Единой России только 17 комитетов под ними, а 15 комитетов под другими партиями. И в этом плане, мне кажется, что есть компромисс, вот равновесие в Думе, где представительство, оно не в равных долях представлено, а вот если по комитетам посмотреть, кто возглавляет их, то, в общем-то, 17 на 15. То есть, фактически, Думы наполовину практически конкурентны. И вот что касается новых людей, такую еще мысль хочется провести, что вообще-то ведь вот запрос на обновление Думы, и вот в частности, в такой вот либерально-демократической конве обновления, ну, как новые люди запускались все-таки под молодежь, она давно назрела, еще с 2008 года. И тогда еще Дмитрий Анатольевич говорил, что жаль, что в России нет вот такой силы, которая могла бы дойти до Думы. Но вот она появилась, то есть я это рассматриваю как все-таки такой легальный вариант, легальный путь для молодых поколений участия в политике, потому что, ну, конечно, когда партия становится парламентской, появляется много треков таких участия, в том числе вот у представителей этого поколения. Это раз. И второе. Вообще, я считаю, что Дума должна быть очень интересной. Может быть, конечно, не в первом своей там течении, но вот начиная с середины, ведь вот здесь уже вы затронули тему ЛДПР, КПРФ. Ну, я, конечно, желаю всем здоровья, но вероятно, что все-таки лидеры будут, возможно, что они будут меняться все-таки. Ну, вероятно, это вероятность высока, да? Да. И вот если это будет происходить, то наверняка это будет как-то, ну, сопровождаться какими-то процессами, обновлениями, какими-то интересными политическими событиями. И к тому же у партии «Новые люди» тоже стоит амбициозная задача, ведь попасть – это одно дело в Думу, но ведь там надо удержаться, значит, надо там отыгрывать свои позиции, усиливаться. Поэтому я считаю, что эта Дума будет очень конкурентной в этом плане, поскольку перед ней стоят задачи перехода в дальнейшие. И вот переход, он как раз-таки здесь, ну, такой, будет, наверное, интересный. Вы затронули тему новых людей, новой партии. И как Вы считаете, почему в Саратове они показали очень плохие результаты партии? Ну, возможно, это связано с тем, что у них менялся подход. Дело в том, что, насколько мне известно, они, когда зашли на наш рынок политический, они ориентировались именно на молодежь. То есть вот на возраст там 20+, грубо говоря. И, насколько я понимаю, все-таки, может быть, не удалось вот в полном объеме охватить. И плюс, к тому же, этот возраст, как показывает социология, не самый активный в выборных процессах, а самый активный все-таки, начиная от 40+, там, плюс. И они были вынуждены вот во время предвыборной кампании как бы перестраиваться, перестраивать свои агитационные материалы, свою деятельность агитационную вот с этого возраста, с этой компоненты, на вот компонент более старший. И, возможно, их стратегии здесь выбранные, ну, вот как-то не нашли какого-то компромисса. И они, как бы, что называется, промахнулись мимо своего электората. Те, на кого были рассчитаны, может быть, не так активны оказались на выборах, а те, на кого они пытались как электорат рассчитывать, ну, очевидно, они для них возрастные. Может быть, с этим связаны. Михаил Викторович, в Думе прошли первые агитационные заседания, они распределили комитеты, руководители комитетов. Получилось так, что саратовские депутаты, депутаты избранные от Саратова, не вошли в руководство комитетов ни одного. Некоторые телеграм-каналы по этому поводу уже здорово потоптались, да, что вот саратовцев отовсюду выбили. Как Вы считаете, это вообще проблема с тем, что депутаты избранные от Саратова не вошли в руководство комитетов Думы? Ну, что касается этих отоптаний, телеграм-каналов и других ресурсов, это, говоря таким сленгом, некие политические разводки. Надо исходить из другой позиции, что у нас все-таки выборы были не в Совет Федерации, где идет представительство от регионов, а в Государственную Думу, где не только по мажоритарным округам, но еще и представители партий. И там разделение, точнее дележ вот этих вот комитетов, он происходит не в самой последней степени, в мере только, в самой последней мере по территориальному признаку. Я бы сказал, что он даже не проходит по территориальному признаку. Там совершенно другие критерии. Там первый критерий, это все-таки представительство партийное. Есть практически узаконенное разделение количества комитетов в зависимости от голосов, которые получила та или иная партия. Другие критерии, это как раз профессионализм тех людей, которые вошли в Госдуму. Если мы возьмем нашу Саратовскую область, то у нас достаточно большое представительство получилось от региона, благодаря тому, что высокий процент у «Единой России» и достаточно высокий процент участия. Все, конечно, сравнительно с другими регионами. И давайте, если мы обратим внимание на списочников, то Хорки, Дяев и Ефимов, они как бы остались при тех вопросах, которыми не занимались. Поэтому, что касается домандатников, тут надо сказать, что Стрелюхин и Воробьев, они как депутаты Госдумы новички. Поэтому было бы наивно предполагать, что они возглавят какие-то комитеты. Возможно, это произойдет со временем, если они достаточно наберут авторитет, профессионализм и так далее. Что касается Панкова, он достаточно четко объяснил свою позицию, что он второй раз и забирается по Балаковскому округу, потому что у него много обязательств, как у его домандатника. Он помогает в реализации нацпроектов, он участвует в реализации володинских проектов. Наконец, у него свои проекты есть в этом округе. И таким образом он как бы определил свои приоритеты. О том, чтобы говорить о недостатке его политического веса, говорить не приходится. Он же был и председателем аграрного комитета, он был и зам руководителя фракции, первым зам руководителя фракции. Он, если не помнится, также говорил, что работа на руководящих постах в Госдуме, будет он в таком случае по рукам и ногам связанными вот этими чисто кабинетными делами, заседаниями. Необходимо из-за этого постоянно пребывать в Москве. Его обязательства, его круг, его обязанности, нынче обязательства, он предполагает все-таки пребывание больше в регионе. То есть он для себя определил приоритеты. К тому же он вошел в аграрный комитет, который находится, согласно этому распределению, о котором я говорил, в ведении коммунистов. То есть традиционно в прошлом создави аграрный комитет возглавляли... Коммунисты за 70 лет как-то вот, особо ничего хорошего для аграрного сектора не сделали. Ну, как бы это их внутренняя договоренность, и тут ничего не сделаешь. Вот там у них свои правила, свои распределения, свои игры. Иван Ильич, в ваш взгляд на этот вопрос, это проблема, что саратовцы не добились руководящих постановок? Не получили? Ну, вы знаете, во-первых, я, наверное, все-таки не согласен с такой постановкой. Во-первых, государственная... это вообще эгоизм. Потому что, что значит не добились, почему они все должны добиваться? Ведь это же Государственная Дума Российской Федерации, это же не Городская Дума Саратова или Областная Дума Саратовской области. Это люди, у которых в жизни произошел определенный рост политического самосознания, достатка и так, ну всего в общем. И они вышли на федеральный уровень, их задача сейчас работать на Россию, а не только на Саратовской области. Поэтому вообще, так я считаю, это неправильно в принципе ставить, это первое. Второе, ну вот одним из депутатов является Вячеслав Викторович Володин, и он является спикером. Я не знаю, куда надо еще, какой там должность занять, чтобы всех удовлетворили. Поэтому, если один из четырех депутатов стал спикером, а остальные там не заняли какие-то должности, ну не страшно. Это, наверное, часть тоже каких-то договоренностей внутренних. Ну конечно, да. И в-третьих, вот место, где надо нас представлять, это Совет Федерации. Там у нас есть два сенатора, это Аренин и Алексеев, не путаю ничего. И они как раз находятся там, где надо. В частности, Аренин, зам руководителя комитета по обороне и промышленности. Вот у нас есть какая-то живая промышленность, она вот как бы с этим связана. А второй наш сенатор, он, как раз в аграрной комитете, как раз тоже это наша тема. Поэтому у нас с нашим лобби, с нашими интересами, я считаю, все в порядке. Как бы в законодательном органе власти государственном. Поэтому здесь не надо накручивать ничего лишнего. Вы упоминали, Вячеслав Володин, действительно, он стал председателем Думы, вновь стал председателем Думы. На Ваш взгляд, что это даст саратовцам? Будем ли сейчас немножко эгоистами, да? Что даст саратовцам пост спикера Госдумы Вячеслава Володина? Вячеслав Викторович, мне кажется, здесь уже проверенный человек. Он ведь, как Вы уже сказали, он и до этого был спикером. Поэтому я не думаю, что здесь надо ожидать чего-то нового. Вот мне кажется, наоборот, и он, кстати говоря, уже благодарность выразил, и уже сказал, что он будет продолжать работать вот в таком же ключе, в котором он работал. Поэтому я думаю, стоит рассчитывать на его привычный ход работы, на лоббирование интересов области, сопровождение ключевых проектов по инфраструктуре, развитию и так далее. Поэтому здесь я, с одной стороны, не жду ничего нового, но в этом же и хорошо. То есть я надеюсь, что он будет продолжать активную позицию, занимать вот в представлении наших интересов. Михаил, как считаете? Я хотел бы начать со списывки межбюджетных отношений в России. Они у нас таковы, что все основные доходы, все поступления бюджетные, они концентрируются в федеральном центре, а затем уже распределяются по регионам, далее по муниципалитетам. И при таком раскладе, я не хочу сказать, что это так уж плохо, хотя не первый год ведутся разговоры о том, чтобы финансы децентрализовать, но мы исходим с того, что есть. Исходя из этого, роль такого сильного лоббиста, как Володин, в качестве спикера Госдумы, очень важна для Саратской области, для того, чтобы иметь возможность договариваться о том, чтобы в государственных программах, в федеральных госпрограммах, в нацпроектах предусматривать как можно большее участие Саратской области. И вот это самый очень важный, главный момент в том, что он является спикером и то, что от него ожидают. Собственно говоря, это уже начинает реализовываться буквально. Вот на днях появилась новость о том, что по его предложению финансирование программы по обеспечению жильем многодетных семей удвоено. Естественно, из областного бюджета эти деньги негде брать. Эти деньги будут искать в федеральном бюджете. То есть речь идет об удвоении со 176 до 356 миллионов рублей. Эти деньги будут заложены в бюджете на будущий год. То есть это уже реальный пример того, что Володин начал работать как лоббист Саратской области. Параллельно с выборами в Госдуму саратовцы решали, кто будет заседать в Думе городской. Там тоже прошли в итоге представители пяти партий. Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, бывшие эсеры. И неожиданно один коммунист России. Как Вы считаете, что ждать саратовцам, горожанам от нового состава Гордумы? В этот раз Гордума набиралась по новому принципу. В общем-то, фактически не работали списки. Была мажоритарная система. И здесь, мне кажется, есть два ключевых момента, принципиальных просто. Момент первый. Депутаты-списочники и депутаты-одномандатники в принципе отличаются друг от друга. Вот если, например, посмотреть на типичную работу, то одномандатник, который, допустим, первый раз заходит на округ, он строит ведь как свою позицию? Что я уже в жизни добился и что я смогу Вам дать? Если он заходит второй раз, то он строит позицию так. Я уже смог сделать. И он за себя говорит, что он смог сделать. И, соответственно, я продолжу там что-то делать. А списочники в основном, неважно, первый или второй раз они заходят, они придерживаются корпоративного брендбука партии. И в основном делают свои отсылки к участию в партийных проектах. То есть их индивидуальная ответственность здесь получается размыта. И действительно, мне кажется, что касается городской думы, то есть муниципального округа, местного самоуправления, это принципиальная вещь, когда человек имеет задачу персональной ответственности, персональных дел. Это первое. И второе. Вот у нас вместе с городской думой, которая сейчас заново набралась, ведь заканчивает полномочия и глава города. Поскольку его срок действия как раз на срок действия городской думы. И каждый раз городская дума у нас нанимает новую главу администрации города Саратова. И вот в этом плане, мне кажется, очень важный момент произошел. У нас ведь нет прямых выборов главы города. Они отменены. А местное самоуправление и вообще выбранные процессы, они все-таки идут с низовых процессов. И если мы вообще говорим о выборах, то прежде всего мы должны участвовать в них внизу. Потому что мы этих людей знаем, видим. Мы здесь с ними каждый день пересекаемся. И мы понимаем, что если мы их выбирали, то это наш человек. И вот здесь, конечно, роль опять-таки думы, она меняется. Потому что если все одномандатники, то есть все получили мандаты от людей, и люди этих депутатов знают, то получается, что роль главы города тоже возрастает. У него легитимность возрастает. Потому что она как бы идет по представительскому принципу, но она идет напрямую от народа. Это по-настоящему уже представительный орган, который выбирает по легитиму главу города. Соответственно, у самого главы города также возрастает ответственность перед людьми. Поэтому здесь прямая взаимосвязь. И я жду, что эта дума, она с этой точки зрения, будет намного ответственнее, чем предыдущая дума. Но я не хочу сказать, что другие были неответственными. Но я надеюсь, что это будет еще более ответственное. Вот это первое. И второе, точнее, следующее. Это то, что также обновился состав. То есть радует, что наши думы все-таки перестали быть какими-то костными образованиями. Когда, допустим, начало даже нулевых, составы мало менялись. Буквально какие-то проценты уходили, какая-то такая ротация шла. Естественно, по всем. Да, но скорее так. Но в основном составы и состав был один и тот же. То сейчас мы видим, что фактически депутаты это очень мобильная такая позиция в жизни. Вот фактически дума опять поменялась наполовину. И предыдущая дума тоже менялась. Это хорошо. Это говорит о том, что у саратовцев, у представителей саратовцев, ну, в частности, конечно, из разных отраслей, но все-таки есть реальные возможности, шансы через там каждые промежутки выбранные, но представлять свои интересы своих людей, которые вот их поддержали. Это здорово. Михаил Викторович, что ждать от Гордумы? Для меня нынешняя Гордума на некотором смысле все-таки темная лошадка. Объясню, почему. Во-первых, выборы Гордумы проходили на выборах государства, на фоне выборов Госдумы. И компания городская, она фактически на этом фоне совсем потерялась. И многие из нас, ну, с трудом могли различить и наблюдать, как она все-таки проходит. Это во-первых. Во-вторых, действительно состав Гордумы сильно обновился. Туда прошли много новых людей. Очень много, кстати, неизвестных людей в нашем местном политическом пространстве, будем так говорить. И не знаем, как они себя могут показать и что они могут предложить, как себя вести. Это во-первых. Во-вторых, с другой стороны, если говорить по смену принципов формирования, то, как бы, для меня, честно говоря, давно являлось нонсенсом, почему у нас местное самоуправление формируется по смешанной системе. Как известно, партийный подход и мажоритарный подход применяется в месте, когда нужно учитывать какие-то необходимости представительства местных интересов и одновременно таких более глобальных политических интересов. Ну, какие могут быть глобальные политические интересы на местном уровне, когда людей больше интересуют это чисто практические вопросы. Ну, да, ремонт дороги на местном уровне важнее, чем какие-то активные дела. Поэтому переход к мажоритарной системе, он вполне оправдан, но вполне практичен. Те люди, которые хотят стать депутатами городской думы, они вынуждены уже не идти от партий, конкретно от партий, не прикрываться своими федеральными политическими лидерами, не прикрываться лозунгами вот этими вот общеполитического характера. Я напомню, у нас даже в прошлую Гурдуму Жириновский баллотировался в качестве депутата. И даже был избран. Даже был избран. Потом, разумеется, этот мандат передал своему однопартийцу. Но это уже как бы смешно. Вот сейчас таких вещей нет. Но нельзя говорить о том, что и эта дума не будет предсказуема. Я все-таки обращу внимание на то, что участие партий, несмотря на мажоритарную систему, оказалось велико. Во-первых, кандидаты в Гурдуму от Единой России прошли все праймерис. Они были выдвинуты, предложены избирателям именно по результатам внутрипартийного голосования. И состав такой, что из 35 депутатов Гурдумы 30 являются единороссами. То есть здесь партийная составляющая достаточно велика. Была и остается. То есть так или иначе, все равно этот политический момент будет сохраняться. Это в некотором смысле момент и предсказуемости, и момент стабилизирующий. Потому что бардака и завихрений таких, надеюсь, не будет, как, наверное, сейчас происходит благодаря некоторым деятелям в областной Думе. В областной Думе. Иван Николаевич, когда мы уже говорили про выборы по округам, об их плюсах. Как Вы считаете, насколько перспективно применять эту схему хотя бы отчасти на выборах депутатов областной Думы, которые у нас тоже уже не загорали? – Ну, безусловно, перспективно. Во-первых, она и так уже работает. Все-таки они пополам выбираются. Я думаю, что этот тренд такой он запущен. Причем запущен, мне кажется, все-таки на федеральном даже уровне. Поскольку в рамках федеральной кампании много говорилось о том, что нужно и обновление, нужно и персональная работа, персональная ответственность. То есть как раз одномандартное представительство. И нужно вводить больше общественников в этот процесс. А это как раз все уровни индивидуальные, одномандатные. Поэтому будем сейчас смотреть, как городская Дума себя покажет. Если вот эти новые люди, которые туда зашли по одномандатным схемам, окажутся способны на эту деятельность, то наверняка, чтобы как раз тоже обновить и оживить областную Думу, я думаю, это будет тенденция разрастаться. В том числе и… – В смысле, оживить-то она сейчас и так живая, но только… – Или неживая шебутная, скажем так. – Ну да. Ну, оживить в плане привлечения внимания на выборах. – Михаил, как считаете? – Я считаю, исходя из того, что уже сказал, поскольку на государственном уровне у нас принята либо пропорциональная, либо смешанная система. На государственном уровне, на общефедеральном уровне, я напомню, у нас одно время пытались формировать Госдуму, не пытались, формировали Госдуму чисто на партийных списках, потом от этого отошли, вернулись к смешанной системе. И поскольку у нас все-таки региональный уровень является уровнем государственной власти, я считаю, что этот смешанный принцип оправдан и, наверное, он все-таки сохранится. – Ну там, если не ошибаюсь, по закону, минимум 25% Думы должно формироваться по спискам, а вот 75% может по одномандатному кругу. – Ну да, это пропорции могут меняться в зависимости от того, как решат местные оригинальные законодатели. – Еще одна тема, которую хочется обсудить. На минувшей неделе депутат Госдума Николай Панков рассказал, что в область придет почти 700 миллионов рублей, их будут тратить на благоустройство. Деньги большие, деньги значительные. И он подчеркнул, что это будет не только Саратов, но и райцентры. По опыту этого года мы знаем, что и в Саратове, и в райцентрах особенно бывают проблемы с тем, как эти деньги тратятся. Что подрядчики зачастую работают плохо, что срываются сроки работы, что пока не приедет какой-то очень высокопоставленный ревизор, ничего не меняется. Как Вы считаете, вот эту болезнь в следующем году удастся преодолеться? – Иннок, давайте с Вас начнем. – Ну, если говорить откровенно, то такой вопрос все-таки может быть политологу не очень корректно задавать, потому что здесь все-таки лучше ответили бы хозяйственники, экономисты, финансисты. Ведь это же вопрос денег, это надо визуализировать. Потому что, когда звучит такая цифра, там, 760 миллионов, миллиард, там, и так далее, каждый человек ее воспринимает как бы для себя. И возникает ощущение, что это, ну, какая-то невероятная, во-первых, сумма, и тут можно полгорода на нее отремонтировать. Но вот если сравнивать, например, у нас сейчас на рынке 50 тысяч рублей стоит квадратный метр жилья. Вот перевести в дом, сколько можно домов, допустим, построить, там получится один дом, там, может, полтора. То есть, в принципе, если в обувь взять, то еще не такие серьезные деньги, чтобы прямо вот говорить, что на них надо перестроить половину, чтобы потом спрашивать. – Ну, тем более, если даже их мало, тем более нужно – ну да, поэтому, конечно, их вот надо бы тратить, ну, уж действительно точно. Но мне бы хотелось даже вот другой момент освоить, как бы осветить, что у нас ведь благоустройство идет по федеральной программе, и в частности, вот городская среда, и, в общем-то, эта программа не первый год существует, она уже пять лет реализуется. И, в принципе, такие даже большие суммы ежегодно приходят на территорию Саратовской области, в частности, и на Саратов. И вот на примере Саратова, я думаю, здесь, ну, многие нам согласятся, что, если взять, допустим, Саратов пять лет назад и Саратов сейчас, при всех тех, как бы, нюансах, которые мы все знаем, там, где-то что-то не так сделали, где-то надо переделывать, где-то там какие-то моменты есть, недочеты, но все же Саратов, мне кажется, меняется, меняется, все-таки в лучшую сторону. – Несомненно. – Поэтому, если взять, как бы, ну, такую основную линию, то все-таки ее удается выдерживать. Но то, что есть, конечно, погрешности в этих процессах, ну, это однозначно. Но все-таки главное, что середина идет, как бы, в правильную сторону. – Михаил Викторович. – Ну да, я глядя на то, как на те затянувшиеся благоустройства, создается впечатление, что действует по принципу, что Карфагин должен быть разрушен. Но я все-таки отвечу как журналист, а не как политолог. Дело в чем, деньги таких и раньше вообще не было. А сейчас они выделяются с большим трудом. Надо понимать, что эти национальные проекты, эти госпрограммы, они действуют по всей стране. И эти миллиарды, они… – Конкуренция большая за них. – Конкуренция большая за них среди других регионов. Вот благодаря нашим лоббистам, о которых мы говорили, в том числе, эти деньги приходится с трудом выцарапывать. Вот. Они заводятся в регион. Таким образом, на реализацию конкретных проектов деньги есть. Но когда доходит до исполнения, до реализации конкретно, возникают проблемы. Доходит до того, что даже не могут в свое время оформить, отправить заявку. Когда уже есть договоренность о финансировании. И чтобы финансирование пошло, нужно подготовить пакет документов. Даже этого порой не происходит. А если пакет документов подан, и идут деньги, их не могут, нехорошее вот это чиновничье слово, освоить грамотно. И здесь велика проблема на уровне исполнителей. То есть, периодически срываются конкурсы, срываются сроки. И это в этом вся проблема именно исполнителей. Я считаю, здесь недостаточен контроль и отбор, работа с подрядчиками. Если у нас не хватает своих строительных организаций местных, речь стоит о том, что надо привлекать другие, другие к нам не едут. Почему они к нам не приходят? Потому что они заняты в других регионах, либо какие-то препоны им создают. Во всем этом надо разбираться и надо сопоставлять с другими регионами, как у них все это происходит. Но пока что впечатления о том, как у нас все это реализуется, не очень хорошие. Одно дело, когда, пускай даже просроченный вот этот проект реализует, но он растянут на 2-3 года, есть какая-то возможность, опять же, благодаря лоббистам тем же нашим, тому же Володину, договориться о том, чтобы эти деньги передвинули на будущий год, чтобы доделать этот объект. А если деньги выделены на этот год и на следующий год, все уже невозможно. Финансирование вернется в федеральную казну, и мы останемся с недоделанными дорогами, набережными, тротуарами. Вот в чем вся беда. Вот мы сейчас говорили о том, как меняется Саратов. Я поймал себя на мысль, кстати, недавно ехал на машине, и обратите внимание, что, так, ремарка, тротуары начали делать даже там, где их не было в советские времена. То есть можно говорить даже не о том, что на микрорайоне существовали, тротуаров не было в советские времена. То есть можно даже говорить о том, что это не восстановление тротуаров, а фактически отчасти строительство вообще новых тротуаров. Потому что удивило меня, что места, где в советские времена их не было, где люди там ходили по грязи минувшие 30 с лишним лет даже при советской власти, а сейчас появляются тротуары. Хорошо, но это ремарка. Далее идем. Тема коронавируса. Она продолжает оставаться актуальной уже второй год. Фактически мы живем в условиях этой пандемии. Но вот на минувшей неделе она сколыхнулась из-за того, что было подписано постановление о том, что у нас вводится принудительная вакцинация для некоторых категорий граждан Саратовской области. Это работники образования, курсов, культуры, здравоохранения, чиновники. Как вы считаете, во-первых, как будет воспринято в обществе вот это появление фактически принудительной вакцинации? Это с точки зрения политологии и с точки зрения, наверное, жизни, жизненного какого-то опыта, знания вопроса. Как вы считаете, поможет это как-то приостановить разумственное состояние болезни или нет? Иванович, ожидается, в вас начнем. Очень больная тема, на самом деле, я думаю, для каждого уже из нас. И, возможно, многие, кто от нас будет смотреть, это знают на личном опыте, в том числе и трагическом. Сложно тут однозначно судить в таких вопросах. То есть, тут сложно занять позицию там однозначно за или против. Трудно сделать. Ну, что касается конкретно прививки, то я, например, привит. Но я это сделал добровольно. Еще до недели вот таких требований в моей отрасли. Но вообще, считаю, что все-таки она должна оставаться добровольной. И прежде всего потому, что люди всегда трудно воспринимают что-то принудительное. Как вы знаете сами психология, всегда хочется как-то противостоять всему принудительному. Поэтому в целом все-таки концепт, я думаю, должен оставаться свободный. Но есть обстоятельства, которые вынуждают в том числе системы как-то действовать вот иными способами. Вот я хочу привести пример. Поскольку мы все-таки здесь не специалисты, там микробиологи, там врачи и так далее. Вирусологи, да. Мы здесь не можем как бы так серьезно говорить. Но вот есть другие примеры, которые по аналогии те же самые. Вот в 2016 году очень сильно ужесточались штрафы за ремень безопасности. И тогда это тоже была одна из таких мейнстримовых тем общественного мнения. Общество разделилось. Те, кто поддерживал, а те, кто не поддерживал. И те, кто не поддерживал, ну вот сейчас есть антипривьючники, а тогда были антиременчики, как бы, да. И они говорили, что ремень там при ДТП повреждает внутренние органы, там душит, там выбраться нельзя, еще что-то. Ну, масса чего там придумывалось. Но вот есть статистика, что она, кстати, открытая, можно проверить легко в интернете. Вот, во-первых, статистика по ремню, что она в два раза все-таки увеличивает шанс выжить при ДТП. И до пяти при переворачивании, кстати, автомобиля. И другие цифры. Вот в 2016 году было порядка ста, там, 25 тысяч ДТП в год. И при этом было 20,5 тысяч летальных ДТП. Вот сейчас, за 2020 год, например, цифры. У нас 185 тысяч ДТП. Ну, тут понятно, сколько все-таки за пять лет больше стало машин в России. Но при этом 16 тысяч летальных смертей. То есть ДТП количество возросло, а смертей стало меньше. И в том числе, благодаря тому, что все-таки водители и, по крайней мере, передние пассажиры стали пристегиваться ремнями. Это официальный факт. Поэтому прививка – это тоже такая вещь, что, ну, я не специалист, но догадываюсь, что у нее тоже есть опасности. Особенно ведь, как у нас говорят, там, пока гром не грянет, да, там, мужик не перекрестится. Пока там петух что-то не сделает тоже, да. И ведь здесь то же самое. Ведь всему свое время. Вот было лето, спокойный период, когда можно было спокойно это сделать. Сейчас, конечно, ведь боятся в основном то, что, ну, обострение и в этот момент. Но, тем не менее, ведь если это обострение сегодня, то это значит, что может быть в дальнейшем уже типичная ситуация. Поэтому начинать все равно надо. Поэтому сложно ответить, что… Ну, я придерживаюсь такого мнения, что все-таки она должна быть добровольная. Но в тех слоях общества, где действительно накал вот этой инфекции, он максимален, государство должно принимать какие-то, ну, такие все-таки структурные, жесткие шаги. Чтобы на будущее эту ситуацию как-то переболеть. Михаил Викторович. Ну, я как информационщик скажу, что, на мой взгляд, власть проиграла информационную кампанию по вакцинации антиваксерам. Вакцинация стартовала в январе этого года. Она шла ни шатка, ни валка, информации и призывов было мало. Только когда стали понимать, что люди массово не хотят вакцинироваться, вот тогда уже более-менее стала появляться социальная реклама. Почему люди против? Ну, надо тут искать истоки, во-первых, во множестве слухов, которые стали множиться вокруг этих вакцин. Во-вторых, предубежденность людей к прививкам от гриппа, она прочно у нас сидит. И мы все знаем, что реальную статистику по вакцинации гриппом, она откровенно рисовалась. И многие были против этих прививок. И когда такими же, также стали настаивать на вакцинации от коронавируса, у людей сложилась та же самая реакция, та же самая линия поведения. Сейчас власть действует именно тем путем, простым, каким она может пойти. То есть, когда ситуация критическая, уже деваться некуда, они начинают заставлять. По-другому они поступить не могут, эти меры, в общем-то, оправданы. Так сейчас делают не только, кстати, в России, но и за рубежом тоже. Начинают заставлять людей вакцинироваться. Там ровно те же самые проблемы, ровно те же самые противники вакцинации есть. И они достаточно активно, агрессивно себя ведут. Я так думаю, что в дальнейшем это давление власти будет накаляться. Вот буквально недавно заявили, что и в Саратовской области теперь QR-коды введут. Я, конечно, далек от мысли, что у нас это будет так же успешно, как в Москве. Все-таки Саратов и Москву не стоит ровнять по уровню цифровизации. Мера, еще раз повторюсь, это оправдана, вынуждена. Представители власти, конечно, погорячили в свое время, когда говорили о том, что никто никого заставлять не будут. Пришлось заставлять, делать нечего. Вакцинироваться людям придется. Большинству, за исключением тех, кто получает медотводы. Видимо, другого выхода нет, потому что сейчас ситуация намного хуже, чем в прошлом году. И как-то вот так ситуация. Хорошо, давайте поставим вопрос так. Существуют ли вообще сферы жизнедеятельности общества? Нет, не существует 100%. Но вот относится ли к ним подобная ситуация, в которых государство, власть, может человека обязать что-то сделать? Вот, допустим, мы все понимаем, что убивать нельзя. Есть уголовный кодекс, он за это наказывает. Почему можно ли поступить так же и в этой ситуации? Если у тебя нет медотвода, ты обязан сделать прививку. Потому что если ты не делаешь прививку, с большой долей вероятности можно говорить, что ты заболеешь. Ты заболеешь тяжело. И вот то же государство, которое тебя не обязало ее сделать, будет тратить колоссальные средства на то, чтобы тебя вылечить. Вот эта сфера, ее можно рассматривать, как вы считаете, вообще в принципе, вот с точки зрения именно обязательности, принудительности. Мы знаем примеры из советской власти, да, вспоминаем уже сегодня советское время, когда в Москву завезли из Индии, по-моему, холеру или что-то такое заболевание. И когда в Москву просто закрыли на две недели. И привили всех поголовно, не спрашивая никого. А те незначительные граждане, которые сомневались в необходимости этого действия, ну, с ними КГБ разговаривало, и у них все сомнения пропадали. Вот как вы считаете, возможно ли вот здесь вот проявить некую государственную волю, некую власть, чтобы решить этот вопрос таким образом? Ну, Михаил Игорьевич. Да. Я думаю, что должно и уже проявляет. Я как бы продолжаю ваш пример. Я хочу напомнить, что у нас с советских времен всех детей-то прививали тоже от многих болезней. Оспы и так далее. У людей нашего поколения на плечи до сих пор следует. Да, но у всех есть, да. И тогда тоже были различные противники, но тогда было прекрасно понимание, было у людей понимание того, что это необходимо. То есть работали медики в информационном плане, работало государство. То есть я снова склоняюсь к тому, что наряду с этой обязаловкой все-таки должна быть качественная информационная компания. Должны людям разъяснять суть этой вакцинации, значение этих прививок. У нас же много неопределенности, у нас много страхов сеет из-за того, что эти вакцины, они не апробированы, не проведены достаточное количество тестов и так далее. Причем все эти заявления делают специалисты в интернете, которых никто никогда не видел. Это могут быть дети, это могут быть и какие-то фрики и так далее. Совершенно верно. Иван Игорьевич, с точки зрения. Вы знаете, вот я думаю, что если вот уже более взрослые подзабыли вообще всю эту историю с прививками, то те взрослые, у кого есть дети, должны быть в курсе, что вообще-то ведь пока мы доходим до старших классов школы, наверное, больше десятка прививок мы получаем от государства. Самых различных. Даже ребенок вот только рождается в роддоме, пока его отдадут, ему уже там 2-3 прививки поставят. И нас об этом никто, в общем-то, и не спрашивает. Это входит как бы уже в принятую практику, пробированную. И ни у кого не вызывает никаких ни вопросов, ни споров. Ну, может быть, кто-то там и периодически сопротивляется, но в целом такого явления нет общественного. Какой-то проблемы серьезной. Ну да, отдельная. Поэтому здесь вот, возможно, еще связано с тем, что вообще это явление новое. Ведь коронавирус – это не просто болезнь, это же ведь социальное явление. Можно сказать, что мы как бы сейчас живем, жизнь разделилась на до коронавируса и после. И он затронул очень много пластов в нашей жизни. Поэтому все, что с ним связано, воспринимается как-то вот по-другому. В том числе более болезненно. Может быть, и прививка она вот здесь, в этой же где-то работает плоскости. Потом ведь все-таки, будем честными, основной как бы мейнстрим течения всех этих негативных, скажем так, оценок, оно все-таки принадлежит как бы горизонтальной информационной сети. А горизонтальная информационная сеть, она, конечно, обладает рядом плюсов. Ну, это, прежде всего, обратная связь, интерактивность. Что такое горизонтальная сеть? Интернет, социальные сети, YouTube. Вот все, что мы называем новыми медиами сегодня. В соцсети. Да, ну, в соцсети часть этого информационного пространства горизонтального, то есть общественного. Где к тем, то пространство, где мы сами можем быть как бы источником информации. Но здесь есть и ряд минусов. Ведь здесь, как правило, речь идет про информацию, там, малопроверенную, непроверенную, про домыслы. То есть это фактически ведь разговор на кухне. Вот. И вот, конечно, здесь государство, может быть, почему еще проиграло? Потому что оно все-таки еще на этом поле не так активно играет. Оно руководствуется все-таки вот каналами, более такими горизонтальными информационными агентствами, которые, конечно, не проходят так глубоко в общество. И тут определенный как бы, как бы определенный формат донесения информации. А он другой. Он как-то меньше так воздействует, может быть. Вот поэтому, может быть, государству надо отрабатывать информационную повестку где-то больше там, где, собственно, все эти домыслы распространяются. Вот. Еще один момент, связанный с ковидом. Он на минувшую неделю проявился. Две недели назад детей отправили из школьников на дистанционное обучение, чтобы сбить распространение заболевания. Тут же началась в горизонтальных средах и волна родителей, части родителей незначительной, но они были очень активны. О том, что дистант – это не обучение, что его надо прекращать, о том, что детей нужно возвращать за парты. Понятно, что дистант – это плохой способ обучения. Я там на опыте своего ребенка в этом убедился, что, ну, общение с учителем компьютер не заметит ни при каких условиях. Но в то же время вот этим людям небольшой части общества удалось создать такую волну, что дистанционное обучение отменили. Вот. С понедельника дети опять пошли в школу учиться. И со вторника пошли опять в школу учиться, несмотря на то, что заболевание все равно бьет рекорды. Как вы считаете, вот здесь, в этой ситуации власть дала слабину, что она пошла на поводу вот этих активных граждан, которые подняли волну? И стоит ли в таких ситуациях идти на поводу? Михаил. Ну, вот эти вот антидистанционщики, назовем их так, они, конечно, агрессивные, но они все-таки меньшинство. И я не склонен думать, что власть все-таки пошла у них на поводу. Скорее всего, сыграло роль то, что оценили уровень падения заболеваемости ОРВИ, прежде всего. Не коронавирус, а ОРВИ. Собственно говоря, это уже прозвучало в заявлениях Роспотребнадзора и регионального Минздрава о том, что за эти две недели упала заболеваемость, и они решили детей вернуть снова к ученому образованию. Что касается отношения к этому дистанционному обучению, все-таки это лучше, чем просто сидеть на каникулах. Вспомним прошлый год, когда началась эта волна, детей отправили на весенние каникулы затяжные. Сначала это по гриппу было, по ОРВИ, потом это с коронавирусом подключился. И они просто сидели, ничего не делали. Но четвертый четвертый, насколько я помню, в прошлом году они фактически не учились. Да, они не учились. Поэтому дистант это все-таки лучше, чем ничего. И, как сказал министр здравоохранения области Костин, все-таки здоровье важнее. Сейчас действительно очень страшная ситуация, судя по статистике, официальной подчеркиваю даже статистики, настолько ужасная, что все-таки, наверное, надо отдавать, расставлять правильно приоритеты. И если речь возникнет о том, чтобы снова уходить на дистант, то, наверное, придется принять это, наверное, нелегкое решение. Сейчас я думаю, что пока что дотянут до школьных каникул, традиционных, которые после первой четверти в октябре отправят детей. А там уже будут смотреть по ситуации, возвращаться к дистанту или нет. Иван Ильич, ваша точка зрения? Была слабина или нет? Зарудняюсь насчет слабины ответить, но у меня есть ряд соображений, как у человека, который находится в дистанте с другой стороны. Точнее, как я нахожусь и с той, с другой стороны. У меня дети учатся, и мне приходится в дистанте тоже учить. И вот здесь ряд соображений. Соображение первое. Во-первых, мы тоже забываем об этом. Ведь мы же все прошли с вами через карантины школьные. И вузыске в том числе. Ну, вузыске было раньше не принято как-то, но в последние лет 5 и вузе тоже карантины по гриппу, и РВИ уже стало нормальным ситуацией. И вот я хочу сказать, что ведь раньше мы уходили на карантин и раз, и два, и бывало и три за сезон. И бывали и от недели до двух. То есть мы могли так же месяц-полтора быть на карантинах все. И в том случае, ну, я имею в виду там несколько лет назад, это были в прямом смысле карантин просто. Без всяких там дистанционных систем образования, без всего. То есть дети просто распускались, школы там дезинфицировались, и все ждали, когда выйдут. Да, конечно, давали какие-то задания, но это, так сказать, как летние каникулы. Кто-то сделал, кто-то нет. Потом выходили, и все в ускоренном порядке начинали как-то наверстывать упущенные. И не было проблем, опять же, в обществе. А сейчас, во-первых, второй момент. У нас нет дистанционного образования. Это хочу подчеркнуть. У нас есть система, позволяющая в дистанционном формате сопровождать, вот, ну, в данном случае карантин там или там дистант. Но это не замена образованию очному. То есть это просто, ну, как цифровые технологии шагнули вперед, теперь школа может не бросать вот так на произвол учебные детей и студентов, а сопровождать их. И, как уже это было замечено, это значительная разница, когда все-таки человек знает, что он каждый день должен выйти в Zoom, должен увидеть учителя, должен получить задания, должен вечером на почту или через системы СДО выслать выполненные задания. У него есть там электронная ведомость, он ее отслеживает, отслеживает родители. То есть это все-таки совершенно другой разговор. Это вот второй момент. Третий момент. Вот я как отношусь, что все-таки ведь ковид – это неплохая погода. И как тут отсидеться дома, там, не получится. Но всю жизнь не просидишь, да. Дождь не пройдет, облака не развеются. Очевидно, что это, ну, я надеюсь очень, что это не навсегда. Но тоже всем понятно, что это не пройдет там через месяц, два и даже там год, возможно. Извините, я перебью. Я сегодня читал мнение вирусолога о том, что человек, как вид, приспособится к коронавирусу, и он для него станет не опаснее какой-то сезонной простуды через два поколения. То есть 50 лет. И вот здесь, знаете, вот дистант, я бы хотел тему копнуть немножко поглубже, вот даже вот, потому что ведь дистант, он для нас вообще в целом в жизни начинается дистант. Многие сейчас заказывают продукты через дистант, да, там, получают дополнительные образования через дистант, работают через интернет. И это воспринимается как нормальные стороны жизни. Да, вполне. Поэтому и образование тоже, оно претерпевает изменения. И здесь дистант, ведь закончится коронавирус, я думаю, что формы дистанционных, формы взаимодействия ученика и учителя, они останутся. Вот это надо понимать, что это, к этому стоит относиться как к эволюции каких-то ветвей. Главное здесь, чтобы не зайти как бы за какие-то черты, потому что ведь образование – это не только знания, но это и социализация, это и общение, это человеческая сторона. Поэтому, конечно, вот она может быть, для меня даже может быть важнее, чем конкретные там знания. Потому что знания-то можно дать через дистант, а вот социальную сторону, как бы, ну и полная ассоциализация начинается, это опасно. Но ведь, когда вводится дистант, надо понимать вообще, чего мы хотим. Вот я просто вам пример приведу. Вот представьте, вот я по студенчеству приведу пример. Вот мы студентов, например, уводим сейчас веерно на дистант. То есть выявляется какой-то случай, группа закрывается на карантин. Выявляется где-то, допустим, подозрение, закрывается на карантин. Но в целом процесс очный остается. То есть, как бы контролируемый дистант такой идет. Вот представим другую ситуацию, ну, при текущем раскладе. Я не беру какие-то пиковые там черты, а вот текущий. Мы всех уводим на дистант. Что это значит? Это значит, что мы студентов отпускаем, как бы, ну, высвоясь. Студент – это не школьник. Он сидеть дома не будет. Работают кафе, работают спортклубы, торговые центры, кино и так далее. И получается, что здесь студенты вынуждены днем быть в ВУЗе, вечером готовятся к ВУЗу. И если куда-то они сходили, то это минимум. А так дистант, как вы говорите, ну, на зум зашел, а дальше свободен. Выполню потом, ночью и так далее. И социальных контактов еще больше становится в итоге. Поэтому можно, как бы, и обратно толкнуть эту историю, еще хуже сделать. Единственное, что я считаю, что если ситуация будет ухудшаться в дальнейшем, и вопрос, конечно, если так ставить образование или жизнь, то тут нечего думать. Конечно, надо выбирать жизнь. Ведь нагнать программу можно, а нагнать здоровье уже или нельзя, или очень сложно, или дороже это будет стоить. Поэтому, если в следующем, сейчас же ситуация меняется каждый день буквально. Поэтому, если она будет ухудшаться, то, наверное, придется и через эту историю пройти. Спасибо. Это был политический клуб «Открытые позиции». Меня зовут Илья Леонтьев. У нас в студии были эксперты. Кандидат политических наук, заведующий кафедрой Поволжского института управления Иван Бирюлин. И кандидат политических наук, директор областной газеты «Провинциальный телеграф» Михаил Шмирев. Мы подвели, пожалуй, главные итоги уходящих дней. Увидимся ровно через неделю. Субтитры подогнал «Симон»